Здравствуйте, это новости на телеканале Хабар. Моя дочь была среди тех, кто возвращался домой после занятий, когда прогремел этот взрыв. Вместе с ней в автобусе находились ее одногруппники. Нам сейчас очень тяжело. На западе Ганады из-за сильного шторма без электричества остались 28 тысяч человек. Основной удар стихии пришелся в том числе и на Ванковер. По прогнозу синоптиков, циклон, который сопровождается проливными дождями и сильным ветром, стихнет уже завтра. Ранее из-за шторма было остановлено паромное сообщение между материком и островными частями страны, так как высота волн достигала 5 метров. Строительные компании Мангустаусской области готовы восстановить жилье всем пострадавшим от крупного пожара, который произошел в Актау. Об этом на встрече с погорельцами заявил Аким области Алик Айдарбаев. Напомню, 8 декабря в 5 часов вечера по местному времени в Актау загорелась мансардная крыша 25-ти квартирного жилого дома. Всех жильцов эвакуировали, с огнем пожарные боролись 3 часа. Сегодня погорельцев принял глава Мангустаусского региона Алик Айдарбаев, пообещал лично разобраться в ситуации, а пока предоставить необходимую помощь временное жилье и питание. С утра специалисты вместе с жильцами обгоревшего дома смогли попасть в свои квартиры, чтобы установить предварительный ущерб, нанесенный огнем. Очевидно, что пострадали все 25 квартир. Причина пожара до сих пор неизвестна, однако работы по восстановлению дома начнутся уже сегодня. В шестом этаже у меня все мои спальные комнаты, все мои рабочие кабинеты, все мои документы, все одежды у нас, все сгорело. Я зашла ночью после, пепель, ничего не осталось. Все. Осталось я на улице, осталось. Что мы поможем, не оставим вас всех с этой бедой. И сегодня мы собрали строительные компании нашего города, нашей области. Порядка 20 компаний откликнулись. Мы попросили помочь. Выбрали вот одну компанию у нас, компания Альянс ЛТД, которая выступит от имени этих компаний операторов. В АТРАУ прошла встреча представителей недавно созданного агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции с сотрудниками общественных организаций, госорганов и молодежью. Особый акцент был сделан именно на студентов местных учебных заведений. Таким образом, организаторы попытались донести свою главную мысль в борьбе. В будущем борьба с коррупцией будет вестись именно на начальном уровне, а не постфактум. Судя по докладам, в нефтяном регионе факты коррупции по-прежнему продолжают уметь место. Причем начинается это со студенческой скамьи, а продолжается она в местах будущей работы. Главная задача – это воспитать нетерпимость к подобным проявлениям в любом их виде. Чиновники считают, что успех принесет ужесточение законов и повышение требований при приеме на госслужбу. Общественные активисты видят решение вопроса в усилении воспитательной работы. 1 января вступает в действие новый закон о уголовный кодекс и уголовно-процессуальный кодекс, где также расширены сферы борьбы с коррупцией. То есть здесь уже лица, совершившие коррупционные правонарушения, в обязательном порядке будут лишены лишения свободы, не будет условного наказания. Кроме того, все имущество, добытое незаконным путем, будет конфисковано и в протяжении пожизненный запрет на занимание государственной службы. Как побороть коррупцию и искоренить любые ее проявления? Об этом говорили в одном из кустанайских вузов. К слову, за последний год в регионе выявлено 100 коррупционных преступлений, в их числе служебные подлоги, хищение денежных средств, мошенничество, дачи и получение взяток. Школьники, студенты и представители молодежного крыла Жасотан обозначили свою позицию к нечистым на руку людям, а сотрудники антикоррупционного ведомства разъяснили собравшимся действующее законодательство и возможные способы противодействия проявлениям взятокничества. Своими методами бороться с коррупцией начали студенты одного из университетов. На каждом из семи факультетов вуза созданы антикоррупционные посты. В их работу вовлечены студенты и преподаватели. Сейчас молодежь проявляет себя очень активно, и мы можем наблюдать, что их негативная и принципиальная позиция к этому проявлению начинает работать как сдерживающий фактор во многих вопросах. Послания конкретных действий именно так охарактеризовали масштабную программу развития Казахстана «Нурлы Жол» в Польше. Студенты и преподаватели Высшей школы социальной психологии Варшавы, а также политики и представители деловых кругов этой страны обсудили основные положения новой экономической политики Казахстана. Участники дискуссии особо отметили эффективные меры по развитию транспортной инфраструктуры, поддержке малого и среднего бизнеса, повышению инвестиционной и туристической привлекательности. И они сегодня живо откликнулись на те ключевые моменты, которые указаны в послании. Самое главное, польское общество воспринимает послание президента как послание конкретных действий, и программа «Нурлы Жол», программа новой экономической политики вызывает очень большой интерес среди депутатов, среди общественности, но и так среди экономистов. «Я посетил университеты Астаны и Алматы, и я впечатлен. В них преподают профессора самых престижных университетов мира, таких как Оксфорд, Кембридж, Гарвард, Сарбона. В Казахстане делают ставку на создание интеллектуальной элиты. В послании президента говорится, что это основа реального развития и взгляд в будущее. Я считаю, что это не просто слова, а реальная действительность. И это яркое свидетельство того, что Казахстан придает огромное значение вопросам образования». Между тем, на округлом столе в Варшаве польской общественности рассказали о преимуществах Евразийского экономического союза. Эксперты отметили вклад президента Назарбаева в продвижение интеграционных процессов. По их мнению, новое объединение сыграет большую роль в развитии экономических связей между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Алматинская премьера фильма «Разрывая замкнутый круг» прошла при полном аншлаге. В концертном зале Алатау собрались видные деятели науки, культуры, образования, а также ветераны и молодежь. Лента стала четвертой в киноэпопее «Путь лидера», которая стартовала картиной «Небо моего детства» два года назад. А в 2013-м зритель увидел сразу две части – «Огненная река» и «Железная гора». В четвертой части эпопеи главный герой Нурсултан руководит партийной организацией «Корметкомбината» – крупнейшего металлургического предприятия в Центральной Азии. Именно в этот период, защищая интересы рабочих, добиваясь для них улучшения условий труда, он привлекает внимание самых высоких чиновников госаппарата. Добился приема на высшем уровне советского руководства тогда. В фильме это покажут. Но очень его уважали за это, за открытость, за откровенность, за правду, что он действительно борется за то, что производство и люди, которые работают на производство, подобающим образом хорошо работали и жили. Вот это главное. Фильм открывает еще одну важную грань жизни президента – отношения с родителями. Как подчеркнул сам режиссер фильма Рустам Абдрашев, переоценить значение мамы и папы в судьбе каждого человека невозможно. В этой картине есть история его отца и матери. Я думаю, что внутренний посыл, эта картина, на самом деле, посвящена памяти родителей нашего президента. И я думаю, всем нашим родителям, от моего имени, я эту картину посвящаю родителям, всем нашим родителям. Продолжая традиции первых серий эпопеи, фильм снят в прекрасном качестве. В нем задействован блистательный актерский ансамбль, который формировался в первую очередь по принципу портретного сходства. Ведь все герои ленты – реальные люди. Напомним, что с 4 декабря, разрывая замкнутый круг, идет во всех кинотеатрах страны. Татьяна Напольская, Ернар Сейлаубаев, Алматы. Как вновь стать молодым и продлить жизнь, и как точно определить вредность и эффективность лекарств? Ответы на эти вопросы дают в своих научных проектах студенты Южно-Казахстанской государственной фармацевтической академии. Свои разработки они представили на второй международной научной конференции молодых ученых в Шимкенте. Вместе с зарубежными и отечественными коллегами они обсуждали перспективы развития биологии, медицины и формации. Южно-Казахстанская академия сегодня реализует 28 научных проектов. Из них 22 разрабатываются самостоятельно, остальные – при государственной поддержке. Особый интерес у участников конференции вызвали два проекта. В первом авторы разрабатывают механизмы воздействия на деление клеток. Как известно, за свой жизненный цикл клетка делится 52 раза. Но если удастся сделать это в несколько крат больше, тогда можно легко омолодить человека и продлить ему жизнь, говорят авторы. Второй, не менее важный проект – фармакогенетика. Мы этот проект взяли за основной и главный. Мы понимаем, что лекарства иногда носят отрицательный эффект при лечении различных заболеваний, особенно инфекционных, где применяются антибиотики или химиопрепараты при излокачественных новообразованиях. Поэтому, чтобы определить их эффективность реальную или вредность, вот фармакогенетика, как наука может оценить такую ситуацию, я думаю, в ближайшей перспективе мы дадим уже первые позитивные результаты. На конференции были подписаны меморандумы о сотрудничестве с Назарбаев университетом, Назарбаев интеллектуальными школами и фондом первого президента. Вместе они будут реализовывать научные проекты молодых ученых Шимкента. «Естественно, мы будем помогать находить у нас зарубежных партнеров. Плюс у фонда достаточно большое количество различных программ, различные стипендии, различные программы по финансированию и дальнейшей поддержке молодых ученых и студентов, чтобы они продолжали и продвигались их научные результаты». Молодой павлодарский предприниматель внедряет инновационные технологии в производство мягкой кровли. В свои 25 лет бизнесмен уже презентовал необычный для Казахстана проект на международной выставке ЖКХ Экспо-2014. Предлагаемая им бесшовная гидроизоляция «Жидкая резина» может свершить революцию в сфере кровельных и гидроизоляционных работ. По мнению автора идеи, использование этой технологии значительно ускорит в республике процесс реализации программы жилищного строительства. Сейчас предприимчивый павлодарец активно продвигает свой проект на выставках разного уровня. Есть реальная возможность организовать производство жидкой резины в местных условиях, что еще на порядок снизит себестоимость продукции. «С помощью данной технологии мы снижаем, во-первых, трудозатраты, увеличиваем скорость работы, повышаем срок эксплуатации. Данная технология практически дешевле практически в три раза аналогичных других материалов, касаемо рулонных». К этому часу у нас все. До свидания.